И снова здравствуйте, дорогие друзья, нейтрально настроенные лица. И снова досгинут наши выраженьки, как роса, все на том же солнце. На днях я переслушивал выпуски передачи «Эхо Москвы. Говорим по-русски». И только таким образом, наконец, получил хоть какое-то представление о том, что из себя представлял недавний рэп-баттл между двумя ведущими российскими рэперами, «Гнойным» и «Оксимароном». Мне пришли в голову следующие соображения по прослушиванию нескольких выдержек из этого события. Я всегда считал, что рэп — это больше социальное, может быть, поэтическое явление, нежели музыкальное. И прослушанное мной подтвердило это мое впечатление. Рэп — это, ну, по крайней мере, начиная где-то с середины 90-х годов, когда появилось направление гангстер-рэп. Это прежде всего некий культурный феномен, такой способ, мессенджер, канал выражения раздражения, того, что называется «youth angst», вот этого молодежной злости, прежде всего чернокожих, хотя давно уже далеко не только чернокожих, подростков и молодых людей, в большей степени, чем музыка. В музыке был интересен ранний рэп 80-х, начало 90-х годов, какие-нибудь там Run DMC, De La Soul, House of Pain, Wu-Tang Clan, Salt-N-Pepa, там Beastie Boys, вот такого рода исполнители. Ну, еще, может быть, исполнители, которые работают на стыке рэпа и рока, и которых ни один уважающий себя рэпер, как правило, своим не считает, типа каких-нибудь там Kid Rock или Limp Bizkit. Поэтически, с одной стороны, я завидую рэперам. Они вываливают такие огромные просто полотна, колбасы, контента, порой достаточно находчивого, но по большей части, как лично мне кажется, по обе стороны океана, все-таки это контент такой, который вызывает у меня примерно следующую эмоцию. Вот говорят, что надо писать все, что тебе приходит в голову. Надо изливать все творческие начинания, все творческие импульсы, и там уже что получится, то получится. Пиши, там, не дня без строчки и так далее. Я слушаю и думаю, может быть, все-таки писать пореже, но качественнее. Вот я лично в жизни стараюсь писать таким образом. За качество своих письменных произведений, будь то блог на эхе Москвы, или стихи, или переводы, или песенная лирика, я не ручаюсь, но, по крайней мере, я предпочитаю процеживать и просеивать все, что мне приходит в голову творческого, в частности, литературного. Поэтому я не знаю, хорошо ли это, что ребята-рэперы, англоязычные, русскоязычные, украинские, еще какие-либо, пишут так много и такие длинные песни, рядом с которыми просто песни Высоцкого кажутся четверостишиями и гариками. Юлия Беломлинская, известный российский бард, поэтесса, культуролог, если можно так сказать, сказала однажды, что русские не могут делать рэп, потому что настоящий рэп – это злая, жесткая музыка американских улиц. В России такого же вайба, такого же ощущения нет. Это не значит, что русские не страдают. Конечно, мы знаем, что Россия более чем поимела свою долю страданий среди всех земных народов. Но, тем не менее, какого-то очень важного, жесткого, вот этого бетонного нерва в русской культуре, даже современной, даже городской, даже пропитанной американским влиянием, все-таки нет. Поэтому русский рэп, он всегда выглядел как такая вот попытка показать, что мы тоже это можем. Вот если Eminem – это wannabe, это не настоящий рэпер, на мой взгляд, это белый парень, который хочет показать, что он может быть рэпером, то русские рэперы – это wannabe в квадрате, они хотят показать, что они могут быть Eminem-ами. На самом деле, они рафинированные мальчики, такие же, как зачинатели русского рока. Я не верю в то, что парень из какого-нибудь простого рабочего поселка, где-нибудь там в Челябинске или Сургуте, или еще где-то может знать, кто такой Гумилев, и тем более знать его творчество столь досконально. Меня позабавило, что Дис, так сказать, то есть, ну или Панч, одного из рэперов, участвовавших в баттле в отношении другого, состоял в том, что он сказал, «Ты типа такая лажа, что тебя хвалит даже Нойз МС». Нойз МС – неплохой парень, я писал о его выступлении в Централ Парке в Манхэттенском лет пять назад. К его творчеству отношусь умеренно позитивно, и мне казалось, что он, в общем-то, король российских рэперов. Если похвала короля является на самом деле поводом к Дису, это уже очень забавно, это такой занятный финтушами, как, по крайней мере, лет десять назад было популярно выражаться. И последнее. Лучший рэп получается у рокеров. Первые русские рэперы были группа «Час Пик», если не ошибаюсь, по-моему, из Самары, которые положили «Бармаглота» Льюиса Керролла на рэповую музыкальную окаймовку. Тоталитарный рэп Кинчева был шикарен. Элементы рэпа были и у «Аквариума», и у «Телевизора», и у многих исполнителей. Я вообще считаю, что рокеры лучше понимают любой другой жанр, будь то рэп, будь то джаз, бардовскую музыку или еще что-то. Если угодно, я рок-шовинист. В этом плане рэп, наверное, был и останется немножко неуклюжим, но милым, хотя и иногда брыкающимся и кусающимся младшим братом рок-н-ролла. Спасибо за внимание, дорогие друзья и нейтрально настроенные лица, и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok